приветствую вас друзья на своем канале я буквально был три часа назад на рыбалке и поймал свежую форель эту свежую форель я буду фаршировать сделаю ее в двух видах одну форель я запеку в духовке другую форель я сделаю в мантоварке под паром так форель чешую я уже ножом снял она у меня уже чистая внутренности не вытаскиваю потому что еще рано делаем следующее сначала надрезаем голову с этой стороны за жаберными крышками и с этой стороны полностью голову отрезаем убираем пока в сторону сначала небольшим ножом я надрезаю кожу кожу надрезают аккуратненько чтобы ее не прорезать так как на животике здесь кожица тоненькая я ее здесь сильно не стараюсь обрезать то есть отделить от основной тушки и здесь точно так же аккуратненько за нами никто не гонится так ну вот уже получилось и начиная аккуратненько снимать то есть выворачивать по принципу чулка как вы снимаете чулки вот точно так же ну не все конечно снимают чулки хотя в сегодняшнем сумасшедшем мире это неудивительно так вот он поехал чулочек уже спокойненько под поддевать пальцем и отделять кожу от от туловища сейчас мы можем уже отделить кишки убрать внутренности здесь на животе мы можем крутить спокойно до самого хвостового плавника вот до этого так здесь у нас спиной плавник мы до него дошли и я аккуратно ножницами ножницами стараюсь как можно глубже просто чтобы отделить его от самой тушки все я это прекрасно сделал чтобы у нас просто кожица не порвалась и потихонечку аккуратненько тянем до хвостового плавника так вот я вот до него уже добрался и здесь точно так же все мы дошли до самого хвоста я просто-напросто обрежу следующую рыбу я делаю точно так же так что я еще не показал с головы жабры мы вынимаем значит что я делаю теперь теперь кожицу нужно очистить от остатков мяска точнее рыбного филе лучше всего это сделать ложкой ну все один чулок у меня готов все что мы соскребли мы это не выбрасываем откладываю в отдельную чашку смотрите эти два плавника вы их не трогайте они остаются так как они есть так ну вот и второй чулок у меня тоже готов красавчик далее теперь отделяем рыбное филе от позвоночника отделяйте его так как вам удобно аккуратненько ложечкой снимаем полностью всю рыбную мякоть а сами рыбные каркасы вы можете промыть и приготовить с них в будущем бульон можно их забросить в морозилку если они вам на данный момент не нужны и в дальнейшем использовать по назначению ну и следующую рыбку точно так же так ну теперь я с рыбы подготовлю начинку начинку я буду делать со сливками жирность 30 процентная хорошо присаливаю сливки желательно чтобы были с холодильника но я даже наверно подкрашу начинку это можно будет сделать например куркумой саму начинку я протру еще раз через мелкое сито чтобы избавиться от мелких кусочков которые не перед перерубились а также от мелких косточек так ну начинка готова теперь ее протру через сито сначала при помощи резиновой лопатки и и Такой работой в ресторанах, как правило, занимаются ученики, потому что это требует слишком большого вложения физических сил, ну и времени, само собой разумеется. Начинку можно, конечно, приготовить и через мясорубку. То есть это личное ваше дело, как вы будете это делать. Я вам просто показываю свою версию. Так, начинка готова. Все, что осталось здесь, я не смог протереть через сито. Это говорит о том, что это все удаляется. То есть выбрасывается. Чтобы начинка у меня не была скучной, я мелко нарежу овощи, те, которые я найду у себя в холодильнике, и добавлю в начинку. И нафарширую рыбу. Так, ну, значит, пока опавшись в холодильнике, я нашел морковь, нашел сладкий болгарский перец и нашел кусочек корня петрушки. Возможно, всего этого мне не понадобится, поэтому все количество ингредиентов вы найдете под видео. Корень петрушки очищаем. И нарезаем корень мелким кубиком. Чтобы у вас овощ не качался, просто один срез, и на этот срез поставьте ваш овощ и нарежьте его. Кубики такие, где-то миллиметра три на три. Теперь, видите, он уже танцует, опять переворачиваете он. И опять все то же самое. Этим самым у вас нож никогда не соскользнет, и вы не поранитесь. Морковь я нарезал точно так же, как и корень петрушки. Сладкий болгарский перец я для начала очищу. Я не хочу его подавать с кожицей, поэтому я ее просто-напросто экономкой счищаю. Это не обязательно делать, просто я так хочу. И затем нарезанные овощи я отпассирую в оливковом масле. Это не должно быть обязательно оливковое. Вы можете точно так же взять и растительное масло, точно так же взять и сливочное масло. Так как на высокой температуре овощи мы пассировать не будем. Всего овощей у меня 120 грамм, то есть по 40 грамм на каждый овощ. Сковорода прогрелась, я добавляю масло и отправляю овощи. Отправляю один зубочек чеснока, порезанный надвое. Добавляю веточку кимьяна для запаха. Немного присаливаю и немножко перца. Овощи готовы. Я их отбрасываю на тарелку, чтобы они полностью остыли. Так, рыбную начинку отправляю в чашку. Я еще не перчил. Восполню этот пробел. Добавлю остывшие овощи. Все тщательно перемешаю. Вот такая цветная начинка у нас получилась. Теперь начинку отправляю в кулинарный мешок. Солю, перчу форель. Так, кожица у меня скользкая слишком, я ее для начала обсушу. Так мне будет просто проще работать. И начиняю рыбу начинкой, так называемым фарсом. Для удобства. Так, кондитерский мешок я вставляю прям в саму форель. Или в то, что от нее осталось. И так вот, как колбасу, начиняю ее. Одну форель, более плотно наполненную начинкой, я буду делать под паром. А другую я буду просто запекать. Так, форель я укладываю на пищевую пленку. Вот так. И заворачиваю ее как конфету. Вот так я ее сделал. И теперь я сжимаю с обоих сторон и закручиваю. Все, она готова. Ну и теперь еще раз один контрольный виточек, чтобы прихватить вот эти два конца. Все, готово. Одна форель готова. Следующий точно так же. И не бойтесь, что у вас в духовке пленка расплавится. Такая пленка выдерживает температуру 130 градусов. Вода в мантоварке, то есть под паром, у нас всего 100 градусов. Так что с пленкой ничего не случится. Случится только с форелью и все самое хорошее. Она приготовится. Значит, так. Берем маленький противень. Наливаем сюда немного воды. Сверху решетку. И форель. И отправляем в духовку при температуре 100 градусов до полного ее приготовления. По времени я вам скажу, сколько мне понадобилось. Так, а другую часть форели я буду готовить под паром. Сразу заливаю печеную воду. Отправляю ее под пар. Но я точно могу сказать, что минут через 30 она приготовится, возможно, быстрее. Как я уже сказал, я тоже буду использовать термометр. Ну вот, друзья, рыба в мантоварке у меня уже готова. В общей сложности рыба готовилась ровно 20 минут. После того, как вода у меня закипела на высокой температуре из 9 возможных на 6, я убавил на троечку и доваривал, точнее допаривал рыбу дальше. В общей сложности у меня весь процесс занял 20 минут. Рыба у меня готова. Я ее отправляю в холодильник. Ну так как на улице прохладно, хорошо, я ее отправлю на балкон. Так как она есть. До полного ее остывания. Так, а что говорит нам рыба в духовке? Ну тут процесс еще продолжается. Тут еще рановато. Тут всего внутренняя температура составляет 46 градусов. Для нас это мало. Нам нужно градусов 75, чтобы рыба получилась у нас сочная. Ну вот, наконец-то приготовилась форель и в духовке. Ну вся процедура заняла у меня 1 час. Это при температуре 100 градусов. Согласно показаниям термометра, внутренняя температура составила 75 градусов. Отправляю тоже все это остывать. Пока рыба остывает, я уже приготовил картофельное пюре и приготовил овощи. Ну с овощами я особо не заморачивался. Вот посмотрите, вот так вот они у меня выглядят. Значит, сладкий болгарский перец я его просто обжарил, а морковь и корень сельдерея я отбланшировал до состояния аль денте. Во время подачи я их просто подогрею в сливочном масле и все, они у меня готовы полностью. Ну и теперь пришло время показать вам хрен. Да-да, именно его. Потому что не у каждого он есть. Он не должен быть большим, он должен быть пикантным. Точнее сказать, ядреным. Вот так вот выглядит мой хрен. От него мне понадобится взять буквально вот такую маленькую часть. Это я добавлю в рыбный соус. Ну вот я в данный момент готовлю мидии. И вот оставшийся бульон я его не вылью. Я его буду использовать для приготовления рыбного соуса. Бульон из-под мидии я процедил. И теперь я буду его уварить в два раза. И у меня в итоге получится хороший, насыщенный, концентрированный бульон. С которого я сделаю соус к моей форели. Для рыбного соуса мне понадобится бульон. Немного светлого вина. Сливочное масло. Перец горошком и семена фенхеля. Лук-шалот и хрен. Перехожу к плите. В кастрюльку добавляю 30 грамм сливочного масла. Семена фенхеля перед горошком. Отправляю лук-шалот. И все пассерую. Без придания цвета. Добавлю ложку муки. И немного вина. Ну и добавляю бульон из-под мидии. И тщательно перемешиваю. Время от времени помешиваю. Чтобы мука у меня ко дну кастрюли не пригорела. Мука у меня уже хорошо проварилась. И поэтому я добавляю сейчас сливки. Сливки у меня 30%. Добавлю буквально 100 миллилитров. Так как у меня специи уже все выварились. Я пропущу соус через сито. Ну чтобы избавиться от всего того, что несъедобно. Если у вас по какой-либо причине покажется, что соус у вас жидковат. Вы всегда можете развести немного крахмала в холодной воде. И добавить. Соус у меня готов. Я в него добавлять ничего не буду. Так как у меня бульон был из-под мидии. Который был насыщенным. Хорошо просоленным. Хорошо поперченным. Теперь я только добавлю натертый хрен. Перемешиваю. Даю буквально покипеть минутку. И все. Он у меня готов. Я его снимаю с плиты. И готовлю еще один соус. Этот соус у меня будет... Такое направление возьму азиатское. Я вообще не планировал готовить рыбу. Но так получилось, что я ее поймал. И она у меня есть. В данный момент я с вами экспериментирую. Не более того. То есть это не какой-то проверенный рецепт. Для азиатского соуса. Но тут опять же. Все, что я нашел в холодильнике. Все, что я нашел на полках. Для него мне понадобится. Сливочное масло. Немного кунжутного масла. Лук-шалот. Порезанный мелко имбирь. Лемонграсс. Листья лайма. Буквально немножечко. Много не надо. Кисло-сладкий соус. Его можете вы как приготовить. Сами. Ссылку я оставлю. Либо купить в магазине. На ваше усмотрение. Понадобится соевый соус. Понадобится немного крахмала. Кукурузного. Ну и понадобится такой соевый сладкий соус. Все названия я укажу под видео. Так, ну а пока отправляю сливочное масло в кастрюлю. Сразу же добавлю сюда немного кунжутного масла. Лук-шалот и имбирь. Немного соя. Буквально чуть-чуть. Да, и добавлю я еще немного белого вина. Точнее, розе. Но это не обязательно. Какое у вас есть светлое вино? Если нет никакого, просто добавьте немного кипятка. Добавлю листья лайма. От лемонграсс я добавлю буквально вот такую маленькую часть от всего. Сейчас мелко порежу и добавлю сюда же. Ну и добавлю немного воды. И дам бульону немного повариться, чтобы у меня лемонграсс и листья лайма удали свой вкус. Затем бульон я процежу и будем готовить дальше. На эти овощи не обращайте внимания. Это просто остатки от тех овощей, которые я уже для вас приготовил. А это для жены. Шучу, это для меня. Так, ну в моем бульоне уже весь вкус ушел в него. И теперь я пропускаю через сито. И вот это все, что не нужно, выбрасываю в мусорку. Теперь сюда я добавляю кисло-сладкий соус. Соево-сладкий соус. Кетчап манис. Немного. Обязательно попробую на вкус. Добавлю немного соевого. Здесь сейчас самое главное не пересолить. Главное вовремя остановиться. Все, соус у меня готов. Я его загущаю крахмалом, провариваю и приступаем к рыбе. Да, вот эти овощи, если у вас есть желание, если вы делаете точно так же, как я, то вы их можете прекрасно добавить в этот соус. Сюда я могу добавить немного кисло-сладкого соуса. Пока знаете, что я сейчас делаю? Я возьму просто сразу соус сюда и добавлю. Этого не обязательно делать. Вы можете соус оставить таким, как он есть. Без всяких овощей. Вот. Он должен быть такой хороший, насыщенный, густой. Но не настолько густой, что вы можете использовать его при строительстве дачи. Прикладки кирпичей. Вот я чувствую, что мне не хватает немного сладости, буквально чуть-чуть. Я добавлю буквально щепотку тростникового сахара. Можно добавить и белого сахара, нормального. Так, ну все. Соус готов. Переливаю его обратно в кастрюльку. И занимаюсь рыбой, которая уже давным-давно остыла. Так, ну эту рыбу можно есть как холодную, так и горячую. Но я ее буду подавать в горячем виде. Поэтому я ее сейчас коротенько обжарю на сливочном топленом масле и отправлю в духовку, чтобы она у меня внутри слегка прогрелась. Все. И буду нарезать. Так, это та рыбина, которую я делал в мантоварке. Сейчас мне больше волнует та рыбина, которая была в духовке, которую я готовил при 100 градусов ровно один час. Мне самому просто интересно, насколько хорошо она получилась. И получилось ли. Нет, рыба полностью готова. Все в порядке. Она проварилась. Так что этого времени было достаточно, чтобы ее приготовить. Но эту часть я убираю. Сегодня я ее есть не буду. Я ее съем завтра. Добавляю масло. И аккуратненько отправляю форель жариться. Вы можете рыбу с таким же успехом, просто накрыв крышку не до конца, не плотно, и прогреть ее на плите. Так, овощи мои уже разогреваются. Вот там они у меня находятся. Соусы у меня тепленькие. Точнее, они горячие. Так, ну и я перемещаюсь на стол подачи. Нож должен быть очень острым. Так, ну и я перемещаюсь. 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 так ну одну тарелочку я сделаю соусом который приготовил на основе хрена я его уже попробовал он просто великолепным честно без всякого без обмана присыплю немного петрушки вот смотрите у меня здесь по продуктам всего 80 грамм овощей 160 грамм картофельного пюре и как вы видели одна форель я ее разделил на две персоны то есть это небольшой такой легкий ужин так ну вот и азиатская версия я уже стал отдельно отваривать рис поэтому как я уже говорил это не запланированное блюдо это просто полет моей фантазии вот как то так друзья мои в принципе ничего сложного да есть какой-то момент нужно уделить то есть если хочешь приготовить вкусно то иногда нужно инвестировать достаточно много времени будем считать что для сегодняшнего дня я уже достаточно всего приготовил неделю у меня получилось рыбное но это еще не последнее блюдо из рыбы все зависит от того как удачно я съезжу на выходные дни на рыбалку ну а я на этом с вами прощаюсь если вам это видео понравилось делитесь им с вашими друзьями оставляйте комментарии ставьте лайки не забывайте подписаться на мой канал а я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч до новых встреч